Роза Кардинал де Решалье. Бельгия, 1847 год. Цветки густомахровые, пурпурные. Куст не имеет шипов, очень здорово. Листва блестящие, очень устойчив к заболеваниям. Цвет розы называют цветом темного винограда. С белой розой смотрится потрясающе. Аромат легкий, но заметный. Очень хорошо черенкуется куст и легко укореняется. Можно использовать как плетистую, пустив на опоре. А когда цветает цветок, становится сиренево-пепельный. Очень красивый цвет. Это в условиях Подмосковья. Розы совершенно не укрываются. Все остаются на зиму с цветами, как цветут, так и остаются. Роза Кельнер Флора. Германия, 1988 год. Шраб. Фирма Кордекс. Цветы махровые, с плотно уложенными лепестками. Розовые, с абрикосовым оттенком. Куст прямо стоячий, густооблиственный. Очень устойчив к заболеваниям. Роза высокая, до полутора метров. Зимостойкость тоже высокая. Диаметр цветков 8-10 сантиметров. Сувенир Баден Баден Роза. Германия, 2000 год. Чайно-гибридная. Крупные цветки кремового розового цвета, а с более светлыми крайними лепестками в середине и розовой каймой на средних. У лепестков красивая зубчатая окантовка. Хороший, устойчив к заболеваниям и к дождю. Роза очень красивая, привлекает внимание всех. Тоже зимует без укрытия. Роза Моден Блаш. Канадской селекции 1988 года. Шраб. Цветки красивого, бледно-розового цвета. Флорибунда или шраб ее называют иногда. С мазками цветки у ее темного, жемчужного розового цвета. В центре темнее. Обильно цветущие. Цветки махровые, с множеством мелких, изогнутых лепестков. Очень долго держит цветок. До двух недель. Роза очень устойчива к заболеваниям, во влажных условиях. Очень зимостойк. Если подмерзнет, то хорошо отрастает и регулярно цветет. Кампэшн. Роза. Британская селекция Харткеса 1972 год. Плетистая роза. Абрикосового цвета. Саммерсонг роза. Английская аустинская 2007 года. Сияющего густо-розового цвета. Сильный парфюм. Флорибунда. Высокая. На цветки, как говорят про нее, пролился перламутр. Устойчива к заболеваниям. Очень зимостойкая. Цветет на солнце и в полутени. И разные условия выращивания никак не сказываются на длительности цветения и качестве цветов. Именно эта роза с ее запахом цветочного магазина вспоминается холодной зимой, когда в памяти всплывает прошедшее лето. Сад. Без укрытия зимует. Лавендер. Лесси. 1960 год. Германия. Обильно цветущий мускусный гибрид. Плетистая или шрап считается. Высота ее 3,5 метра. В розовом цвете присутствуют оттенки синего. Али-баба. Роза. 2007 года. Англия. Плетистая. С кораллорозовыми, крупными и душистыми цветками. Устойчива к заболеваниям и к дождю. Аромат абрикоса и маракуйи. Очень красивая роза. Роза. Крокус. Роуз. 2000 год. Великобритания. Аустинская. Устойчивая к заболеваниям и обильно цветущая. Цвет нежно-абрикосовый. Запах чайной розы. Фредерик Мистраль. Роза. Изумительная роза. 1995 года. Чайно-гибридная. Густомахровые цветки. Нежная розового цвета. Сильно пахнут. Аромат сладкий. Куст сильно рослый. Цветет обильно. Устойчив к заболеваниям и к дождю. Принадлежит к серии роз, сочетающей лучшие качества. Старинных роз. С силой и здоровьем. Современных. Аромат насыщенный. Напоминает старинные дамасские розы. Цветки держат долго. Тоже зимует без укрытия. И все нормально. И уже так несколько лет. Виолетта Парфюм. Чайно-гибридная. 1995 года. Ароматная. Распускается ярко-малиновая. И выгорает до фиолетово-розового. Прямо стоячий куст. А это роза Мэри Энн. 2010 года. Германия. Чайно-гибридная. Высота метр. Очень устойчива к заболеваниям и к дождю. Везде прям самые высокие показатели. Аромат приятный. Цветки оранжевые. С красноватыми тонами на внешних лепестках. Ford 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 Ford